Здесь уже не поиграешь в баскетбол. Нет полноценной площадки и кольца. Стадиону больше 30 лет, говорит Валерий Королёв. Столько же учитель физкультуры работает в школе Пугачёва. По словам мужчины, детям трудно заниматься спортом. А ведь сдачу нормативов никто не отменял. Старенький, который в земляные дорожки, он уже не пригоден для занятий физической культурой или спортом. Потому что сдачу нового ГТО мы уже встречаем трудности для выполнения этих нормативов. О своей проблеме местные жители рассказали депутату Госдумы. Николай Панков встретился с горожанами. Вместе обсудили строительство нового спортивного комплекса открытого типа. Политик представил типовой проект. В плане современные тренажёры, футбольное поле, зоны для игровых видов спорта, беговые дорожки. Резиновое покрытие последних поколений для занятий в шиповках именно, потому что существует просто резиновое покрытие, которое в шиповках нельзя заниматься здесь. То есть здесь уже в шиповках можно? Именно да, здесь в шиповках. Почему? Потому что я помню первое ограничение по таким покрытиям было, что нельзя входить в шиповках. Да, сейчас модернизировано уже и можно будет заниматься в шиповках, то есть развивать лёгкую атлетику на любом уровне, вплоть до чемпионов мира. Чемпионы тоже смогут здесь заниматься. На встречу пришёл именитый пугачёвский спортсмен, чемпион мира и Европы по гиревому спорту Виктор Якушев. По его словам, он с удовольствием будет проводить здесь тренировки. Также можно и мой вид спорта проводить здесь, гиревой. Площадочка есть, пожалуйста, выставил где тренажёры и проводи. Хоть районные соревнования, хоть областные, в летнее время, пожалуйста, на открытом воздухе. Даже не вопрос. Я только буду доволен. Я просил бы вас, те, кто представляет спорт, те, кто уже тренирует, занимается, всё-таки тоже осуществлять и контроль, и сопровождать своими предложениями. По словам Николая Панкова, строить спортивный комплекс начнут уже в этом году. Средства выделят из федерального бюджета по инициативе депутата. За работами и качеством будет следить общественный совет. Политик отметил, что стадион должен быть доступным для всех. Здесь должен быть доступ для жителей города Пугачёва, для здорового образа жизни. Мы говорили однозначно, сразу все точки над «и» расставим, что это будет бесплатно для школьников, для детей. Такие же спортивные комплексы построит Вольский в Саратове в посёлке Юбилейный. По словам Николая Панкова, за фоками такого уровня нужно следить. Поэтому необходимо передать все спортивные объекты на баланс регионального профильного министерства. Это позволит постоянно поддерживать стадионы в хорошем состоянии и сразу же проводить текущий ремонт оборудования. Павел Фитилёв, Олег Буланов, Саратов-24.